Это по-моему какая-то жесть здесь происходит, по-моему очень круто все по опыту, остается 7 секунд. Друзья, всем привет! 21 мая 2024 года и сегодня я решил провести серию различных тестов. Первый тест будет связан со скиллом экстремальная магия, второй тест у нас будет связан с характеристиками, с чем же лучше фармить высшему эльфу магу с мудростью, либо с интеллектом, на что делать упор. И третий тест это мы постараемся пофармить на пасеке на 85 уровнях. Погнали! Итак, первый тест он будет связан со скиллом экстремальная магия. Дело в том, что этот скилл у меня появился только сегодня. Позавчера я проводил серию тестов, то есть мы пофармили в Круме вот в этом месте, также пофармили в долине драконов и ящеров на пасеке и оказалось то, что в Круме мне фармить лучше всего. Но я фармил без скилла экстремальная магия. Сегодня я его прокачал и увидел то, что дамаг повысился ну очень сильно, наверное может быть даже в два раза. Так что сейчас я хотел бы снова затестировать, засечем 15 минут и посмотрим сколько мы выфармим. Напоминаю то, что прошлый раз без экстремальной магии мы здесь выфармили 43 727 опыта за 15 минут. Единственное, что у меня сейчас поменялось, уровень кстати остался тоже самый, 84 уровень тогда было 60%, сейчас 83%. Немного изменился у меня эволюция. Опытный дух воды был третьего уровня, сейчас стал девятого. Но я тестировал буквально там пару часов назад, абсолютно никак не повлиял этот дух воды выкачанный. То есть как я фармил там 43 миллиона на прошлом тресте, у меня кстати даже сейчас получилось 42 миллиона с копейками. Так что вот этот опытный дух воды он практически никак не сказался. Давайте сделаем ребаф. Убрасываем все показатели и засекаем 15 минут. 3, 4. Остается 15 минут. По адене я уже вижу, что мы переформили где-то на 50%. Потому что прошлый раз упало 30 462 адены. 3, 2, 1. Все, стоп, заканчивает. Мы много забили. Получается 119 миллионов 837 тысяч. Но из этого необходимо вытащить нам будет фиолетовый светоч и зеленый светоч для чистоты эксперимента. Подводим итог этого теста. Значит с экстремальной магией у нас урон вырос. Точнее не урон вырос, а нафармленный опыт вырос на 43%. Адены у нас выпал на 53%. Но по адене я бы не судил, потому что тоже там 70%. Она может упасть чаще, может упасть реже. Нас интересует в первую очередь чистый опыт, а он на 43% больше. Теперь давайте переходим ко второму тесту. Открываем нашу статистику, да, характеристику. В общем интеллект у меня 62, а мудрость 30. Сейчас я сделаю мудрость 40. Тем самым я получу дополнительный шанс крит атаки. Плюс 50 он будет, макрит атака у меня сейчас 118. Будет 168, я так предполагаю. Нет, даже больше на самом деле, потому что сама мудрость, она еще тоже дает дополнительные характеристики. То есть за 170 перевалит. Мы снова засечем 15 минут и посмотрим, нафармлю я больше или меньше. Что же лучше вообще в принципе максить интеллект, либо мудрость. Кроме того, кстати, у нас мудрость еще влияет на скорость мак. Сейчас вы видите у меня 2000, но это потому что сработал триггер. Так она должна опуститься до 1809. 1809, да. То есть если сработал еще талисман скорости, то будет в районе 1800, ну в районе 1900. Так что давайте пересбрасываем показатели. 300 эль монет, кстати, потратил. Место осталось всего лишь 18 штук. Мудрость сделаем 40. Должно хватить. Да, хватает. Все, четко. Макрит атака 182. Было 118, да. Все, давайте сейчас закончим. Сбросим все показатели. Поребаф у меня 18 минут, это нормально, хватает. Три, четыре. Остается 10 секунд. По адене мы уже перевалили за 50 тысяч. Но нас интересует в первую очередь опыт. Три, четыре. Все, заканчиваем. Вот этого моба добьем. И давайте, наверное, лучше отбежим отсюда. 123 миллиона 223 тысячи. Фиолетовый светочь 32 миллиона. И зеленый светочь 25 миллионов 600 тысяч. Смотрите, какая красотища. Буквально два дня назад заходил в локацию 85 уровня. И было меньше народу. Сейчас народу очень реально много. Я думаю, может быть, из-за того, что вот книжек сейчас все эти понабрали. И начали здесь фармить. Потому что я попробовал побить мобов. И мобы меня дамажили по мне очень больно. Но сейчас я понимаю, что они меня дамажить не будут. Потому что они будут умирать мгновенно. Что касается по предыдущему тесту. Значит, по 8,5% добавилось от того, что я перекинул показатели с интеллекта в мудрость. То есть, уже в любом случае хороший тест. Сейчас постараемся тогда еще посмотреть, можно ли здесь выфармить очень хорошо. Потому что на эссенсе мой персонаж реально в пасеке очень круто фармит. Так что давайте подстанем. Посмотрим где-нибудь. Хотя здесь не найти нормальное место. Но вот сюда, вот туда не встанем. Сбросим все показатели. Ребав сделан. Да, 18 минут еще остается. И 3, 4. Это, по-моему, какая-то жесть здесь происходит. По-моему, очень круто все по опыту. Остается 7 секунд. 3, 2, 1. Все, стоп, заканчиваем. 182 миллиона 323 тысячи. Волшебная лампа у нас упала аж целых 3 штуки. 32 миллиона и 51 миллион 200 тысяч. Сейчас из этого вычитаем. Но мне кажется, 100 миллионов даже мы переформили. Нет, наверное, как раз будет в районе 100 миллионов. По Адене здесь, конечно, плохо. Но Адена меня не особо интересует. Сейчас займусь подсчетами. Локация отличная. Но, конечно, жрутся банки хп немного. У меня было в районе 21 тысячи. По-моему, сейчас вот прям меня только что вот чуть-чуть не убили. 2000 у меня было хп. Но вот вроде бы отхилился. Но локация, конечно, того стоит. То есть здесь у меня нафармлено чистыми 99 тысяч 123 опыта. Это на 47% больше того показателя, который мы нафармили в Круме, когда уже переключились на мудрость. Да, добавили шанс крит-атаки Макумений. Но по Адене здесь, конечно, все плачевно. На 50% меньше даже, чем в Круме. Но на самом деле сюда, я думаю, не ходят сфармить Адену. И сюда именно ходят за опытом. Ну и в последок давайте разыграем три промо-кода среди людей, которые написали комментарий к моим видео. Первое видео это где мы искали локацию. Побеждает Андрей Иванов. Привет, Илья. Спасибо за ролик. Красавчик, как всегда, на злобу дня. Да, Андрей, напиши мне. Либо Discord, либо во ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Второй ролик это Кукабара. Побеждает Олег Анатольевич. Да нафиг они нужны. И верните пэтов в Sky-Fi. У каждого будет по три, а то по пять пэтов. Согласен. И последний промо-код. Это у нас Кулька Шейх фармит в той и третьей части. Снова, кстати, побеждает Олег Анатольевич. Ребят, но я ничего не подкручивал. Здесь и невозможно подкрутить на этом сайте. То есть человек выигрывает даже два промо-кода. Пишите мне либо в ВКонтакте, либо в Discord. Друзья, если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok